Ах! Черт побери! Черт побери! Черт побери! Шел, упал, очнулся гипс. Вот только в гипсе не золото и бриллианты, как в известном советском фильме, а самый натуральный перелом со всеми вытекающими последствиями. Гололед не способствует быстрому передвижению, и без соблюдения элементарных правил безопасности угодить в травмопункт не составит большого труда. За трое суток в отделении травматологии обратилось порядка 70 человек. Чаще всего перелом лучевой кости в типичном месте, перелом вывих костей предплечья, перелом костей голени, перелом лодыжек. Даже и сотрясения бывают, падают. Очень часто растяжение, падение, в смысле мышц спины, дисторзия так называемые, говорим, бывает, надо компрессионные переломы, но это редко. А в целом, в основном, вот такие ходовые. Усина Ивазович Даутов советует не только одевать удобную обувь, но и настоятельно рекомендует правильно передвигаться в гололед и ни в коем случае не торопиться. Ноги должны быть на ширину плеч, чуть-чуть. Не сковано, не как артист прямо под танцплошадкой идет, знаете, вот так, хвостом, простите. А надо чуть-чуть и гнуться, чуть-чуть нагнуться, чуть-чуть посмотреть на землю, куда ты идешь, чего идешь, чего видишь. И в это время обязательно надо смотреть, когда дорогу переходишь. Тормозной путь машина так на сухую погоду, она метров 20 еле-еле, а тут 50 все прочее. Он идет, летит, он будет лететь и будет избивать. Вот такие случаи тоже очень часто бывают. Впереди Новый год и Шимкен превратится на какое-то время в зону боевых действий с бомбочками под ногами, петардами и салютами. Особенно такое небезопасное развлечение привлекает детвору. К счастью, пока случаи травм от петарда зарегистрировано не было, и специалисты настоятельно рекомендуют следить за детьми и в случае травмы обращаться в детский травмопункт в микрорайоне Ассар, который работает круглосуточно.